В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Рабочий день подошел к концу. Мои коллеги готовы рассказать о событиях, произошедших в Рязани за прошедшие сутки. Небольшой анонс сегодняшнего выпуска. Теперь ближе к дому в Рязани открылся новый офис РМПТС по приему граждан. Время сосулек. Ледяные красавицы, свисающие с козырьков крыш, так и ждут своего звездного часа. Сильные морозы не оставляют шансов пернатым горожанам. Чем подкормить птиц зимой? Начнем с общегородских сообщений. В 75 классах 17 школ Рязани введен карантин из-за ОРВИ. Такие данные были зафиксированы 25 января. Как сообщили в администрации города, мониторинг заболеваемости ведется ежедневно. Решение о введении карантина в классах принимается администрацией учебного заведения. В дошкольных учреждениях из-за меньшего объема взаимодействия между группами карантин не вводился. На данном этапе заболеваемость выше 20% зарегистрирована в 42 группах 19 детских садов Рязани. Олег Митин на вчерашней пресс-конференции прокомментировал ситуацию, связанную с заболеваемостью гриппом. Это что касается наиболее волнительной темы. С этим нельзя не согласиться. Так вот, заместитель министра здравоохранения отметил, что медицинское сообщество готовилось к эпидемическому подъему заранее. И сейчас напор идет на профилактику гриппа, чтобы в дальнейшем не бороться с последствиями. У нас ситуация контролируется. И на настоящий момент у нас нет эпидемии вирусной инфекции и гриппа. Поскольку определенные особенности позволяют нам бороться с этой ситуацией. Основной координационный орган, который занимается оказанием помощи нашим жителям с вирусной инфекцией и гриппом, это больница Семашко, где у нас имеется достаточное количество специалистов-инфекционистов. Также на базе больницы Семашко работает кафедра инфекционных болезней Рязанского государственного медуниверситета. И они координируют оказание помощи взрослым и беременным, у которых имеются признаки вирусной инфекции. Помощь детям оказывается основная база, это 11 больница. Также участвует в оказании помощи инфекционное отделение 10 больницы. И сейчас организована помощь пациентам с вирусной инфекцией на базе инфекционного отделения областной детской клинической больницы. Это то, что раньше было нашей 9 больницей. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ. Если вы почувствовали, что нездоровая, появился озноб, кашель, боль в горле, боль в мышцах, насморк, оставайтесь дома и вызывайте врача. Продолжим тему. Во время подъема заболеваемости стоит особо тщательно следить за своим рационом. Хотя, конечно, делать это необходимо постоянно. Все-таки о фигуре забывать нельзя. Кстати, новые методики, которые появились в Рязанском учреждении здравоохранения, показывают, что стройные фигуры – это отнюдь не результат строгих диет, а результат разумного питания. Тема стройной фигуры всегда была актуальна во все времена. Стремясь похудеть, люди используют самые разные диеты или убивают часы в тренажерном зале, не задумываясь, что могут еще больше навредить своему организму. Уже с февраля для молодых и трудоспособных граждан города и области будет доступна новая услуга от Центра здоровья в поликлинике при областной клинической больнице «Биоимпедансное исследование состава тела». Чтобы воспользоваться услугой, при себе нужно иметь направление врача-специалиста Центра здоровья, полис, снилс и паспорт. Эта методика помогает определить, сколько жировой, мышечной и белковой массы, а также воды содержит организм. Кроме того, анализ отвечает на вопрос, почему масса тела увеличивается. «Биоимпеданс – это уникальное исследование, которое позволяет в короткий срок, за какие-то буквально две минуты, вычислить состав тела человека. То есть разложить его буквально по частям отдельно на различные составляющие, вычислить жировую массу, что особенно актуально в наше время, как в килограммах, так и в процентах. Вычислить безжировую массу человека, количество мышечной массы, особенно это актуально для спортсменов и для людей, ведущих активный образ жизни». Пациенту измеряют рост, вес, объем бедер и талии и делают биоимпедансное исследование, с помощью которого оценивают показатели обмена жиров, углеводов, белков и энергетической составляющей. Вся процедура занимает всего около 10 минут, но результат оказывается впечатляющим. Кроме того, что пациент может узнать свой индивидуальный вес, к которому нужно стремиться и получить план питания, ему становится доступна информация о его работоспособности и уровне иммунитета. «Есть еще один важный показатель в этом исследовании, кроме состава тела. У нас есть возможность определить фазовый угол. Это тот показатель, который отражает общий уровень работоспособности человека, интенсивность обмена веществ, который позволяет судить об уровне катаболизма, то есть процессов распада ткани в организме человека и сделать даже какой-то прогноз на будущее». Через 30 дней человек уже сам должен ощутить изменения в своем организме. И речь не идет о какой-либо диете. Как всегда, золотым правилом хорошей фигуры является активный образ жизни. В сегодняшних погодных условиях внимательно необходимо следить не только за своим весом и здоровьем, но и за тем, что происходит у нас над головой. Ледяные красавицы, свисающие с козырьков крыш, так и ждут своего звездного часа, тогда как коммунальные службы зачастую, напротив, предпочитают не лезть на крыши домов до первого прецедента. Ежегодно статистика жертв сосулек пополняется. Изменится ли ситуация в этом году или как? Узнаем из сюжета Ольги Харламовой. Одной из зимних проблем города, помимо снегопада и гололеда, остаются сосульки, свисающие с крыш зданий. Появляются они из-за резких перепадов температуры. Сосульки, которые, так сказать, украшают крыши наших домов, небезопасны. Они могут повредить кровлю, автомобиль, стоящий внизу. Но самое страшное – это убить человека или нанести серьезные увечья. А таких случаев было уже немало. Примеров достаточно много. Дело доходило и до судебных разбирательств. Был причинен ущерб и здоровью граждан, и их имуществу. Для того, чтобы изменить кардинально данную ситуацию, нужно, понятное дело, не звонить, а указывать конкретно, на каких домах существует опасность падения таких глыб. Глыб порой бывает, как в одном случае, до 200 килограмм человеку чуть голову не снесло на Первомайском проспекте от удара. Мы, как потребители, платим за содержание жилья, отметил Олег Николаевич. А в содержание входит и удаление сосулек. И если в результате их падения причинен ущерб, то мы, как плательщики, имеем полное право предъявить в досудебном порядке требования той организации, которая принимает с нас деньги за содержание жилья. Если сосульки так и не удалили, можно смело обращаться в суд. Напомним нашим телезрителям, что при обращении по данной категории дел в суд вы освобождены от уплаты государственной пошлины, поскольку вы являетесь потребителем коммунальных услуг, и ваши правоотношения с обслуживающей ваш домом организации или СТСЖ подпадают под действие закона о защите прав потребителей. Поэтому для того, чтобы решить проблему падения сосулек, нужно не молчать, а писать коллективные жалобы. В этом году было уже немало обращений и в префектуре области. Очистка крови или козырьков жилых домов, зданий, сооружений должна осуществляться своевременно по мере возникновения угрозы пешеходам. Если нарушения выявляются на территории, не относящейся к жилищному фонду, то сотрудниками префектуры в отношении нарушителя составляется протокол и направляется в административную комиссию. Штрафы на физических лиц составляют от 500 до 5000 рублей, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей от 3 до 30 тысяч рублей, и на юридических лиц от 10 до 200 тысяч рублей. Но, увы, даже штрафы пугают не всех, и сосульки так и остаются на домах, подвергая опасности жизнь прохожих. Ну что еще сказать? Ну вы сами видите, непорядок. Но здесь еще пешеходный проход нету. А где пешеходный проход, там плохо совсем. Какие еще пожелания? Надо сбивать их. Ну я бы сказала, чтобы они это все убирали, это их забота, чтобы людей как можно меньше погибало. Они убирают, но они же все крыши перепортили. Наши чиновники не думают. Сегодня сделали, а завтра они уже все испортят. Но здесь надо нанимать эту, как их называют, вышку. Вышку нанимать. Но наши, 21-й, что ли, от ЖЭО здесь не убирает. Ну надо им тоже, чтобы они видели. Опасно очень. Кстати, в интернете есть сайт «Исправим вместе», благодаря которому можно отправить сообщения в администрацию города. В Рязани открылся новый офис РМПТС по приему граждан. Находится он на улице Костачева. События это значимые не только для жителей Московского района, но и для города в целом. Ведь теперь рязанцы имеют возможность быстро и в любом удобном месте получить консультацию и ответы на все интересующие вопросы, связанные с обслуживанием тепловых сетей. На открытии побывала Алена Куколева. Здесь можно получить ответы на вопросы, связанные с установкой, проверкой и введением в эксплуатацию счетчиков горячей воды, разъяснения по поводу начисления расчетов, а также взять необходимые справки для продажи квартир. До сегодняшнего дня, можно сказать так, что условия для приема граждан, для того, чтобы отвечать на их вопросы, для того, чтобы выдавать необходимые им справки, мы практических условий не имели. Тот прием, который мы осуществляли в стесненных условиях, это, ну, как бы мы считаем, неуважение к жителям нашего города. Поэтому было принято решение создать нормальные условия и для наших работников, и в первую очередь для приема граждан по их вопросам, связанным как раз с теми коммунальными услугами, которые мы предоставляем. Кроме разъяснения вопросов, здесь также можно получить специальную памятку, которая рассказывает о правилах использования счетчиков. Многие люди поставили счетчики, но до конца не понимают, что такое среднее начисление, как нужно оплачивать, в какое время. Для этого мы написали для людей памятку. Тем более сейчас идет очень много изменений, вышло новое постановление, вышло новое законодательство, что пойдут повышающие коэффициенты. Мы хотим донести до жителей города, чтобы люди поверяли счетчики, потому что только на неповеренные приборы учета пойдет повышающий коэффициент. Новый офис оборудован всеми средствами связи и необходимым программным обеспечением. В перспективе установка оборудования для электронной очереди, создание сервиса по приемке электронных обращений граждан. Поговорим о птичках. Сильные морозы не оставляют шансов для пернатых. Сейчас их жизни во многом зависят от горожан. Как правильно подкармливать птиц, оставшихся зимовать, чем их угощать, расскажет Ольга Харламова. Зима – это трудное время для птиц. Прячутся насекомые, и не все деревья сохранили плоды, поэтому многие пытаются помочь пернатым соседям и вешают кормушки. Но ко всему надо подходить с сознанием, ведь дело. Ведь если подкармливать птиц неправильно, можно им навредить. В первую очередь нужно понимать, что птиц нельзя кормить, можно лишь подкармливать. Чем отличается кормление от подкормки? При кормлении птицы весь дневной рацион получают только из кормушки, а при подкормке – лишь его часть, и вынуждена остальное находить в природе. При постоянно полной кормушке синицы попросту перестают искать другую пищу. Однообразный рацион, да еще богатый жирами, приводит к заболеванию печени. Вместо пользы мы наносим птицам непоправимый вред. Лучше приучить себя и пернатых к определенному режиму, наполняя кормушки один-два раза в сутки. В одно и то же время. Просто нужно давать возможность птице, которой понадобится корм, найти его, понимаете, и найти тот корм, который нужен. В кормушках не должно быть много корма. Вот так вот, если смотреть. То есть нужно, чтобы склевали птички корм, а потом со временем еще туда положить немного корма. Вот это будет правильно. Для того, чтобы помочь птицам перезимовать, в Рязани организовали месячник «Столовая для пернатых», который будет проходить до 19 февраля. Дети из разных учебных учреждений изготовят кормушки для птиц и будут их подкармливать. Инициатором проведения месячника выступила Рязанская городская станция юных натуралистов. Предварительным по отчетам на сегодняшний момент уже вот в этом месячнике, в первый день, день открытия, участвовало более 13 тысяч человек. И вывешено почти 6 тысяч кормушек. Я считаю, что птиц кормить надо, потому что зимой у них нет пищи, только мы можем сделать кормушек, и они будут с них есть. Так они смогут жить. Ну и нужно их вешать только не в одном месте. Нужно их вешать в разных местах. Я считаю, что надо помогать и синицам, которые прилетают, и снегирям, и тем птицам, которые еще не улетели на юг. Мне кажется, что надо кормить птиц, потому что некоторые птицы, например, не могут себе найти еду. А если построить кормушку и положить туда еду, то мне кажется, что мы спасем жизнь птиц. Сейчас деревянные, картонные, пластиковые точки общественного питания радуют своих пернатых посетителей не только во дворах, но и местах массового отдыха, горожан, скверах, парках, лесопарковых зонах. Соблюдая правила подкормки, мы поможем птицам пережить зиму. Это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. День города прощается со зрителями до завтра. Смотрите далее, как и всегда, программу подробностей. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова